В преддверии Дня Победы на театральном факультете Митро состоялись две премьеры. Второкурсники мастерской Даниила Спиваковского показали музыкальную постановку «Военные песни». Ее уже играли на факультете в прошлые годы, и ребята продолжают традицию. Другие актеры, другие голоса и другие эмоции. Это погружение в абсолютно другую атмосферу, атмосферу военного времени. И я считаю, это очень важно помнить о предыдущих поколениях, благодаря которым мы сейчас живем. Да, мы не сможем, конечно, такое же пережить, но хотя бы попробовать и как-то это отразить. Мы можем попытаться и отдать такую дань тем людям, которые защищали нашу страну. Дегорацию военного времени создают простые предметы – рама, дрова, потертые чемоданы. Однако все продумано до мелочей. Великие военные мелодии оживают на глазах. За радостью идет глубокая печаль. Боль сменяет желание бороться. Конечно, переживаешь. Страшно разрыдаться не в том моменте, потому что лично для меня, конечно, военные... Вообще вся эта история... У меня прадед воевал, и это очень сильно волнует мое сердце. Не могу говорить об этом со спокойной душой, тем более петь, когда слышишь такую музыку, такие слова. Зрители не могут сдержать слез даже после спектакля. И молодость свою вспомнили, юность. Мы тоже в юности пели эти песни. В школе там, в День Победы. Это очень трогательно и очень тяжело эмоционально смотреть. Понравилась очень не только игра ребенка моего, весь курс в общем. Ребята огромные молодцы. Действительно, это тоже возвращение в юность, в наше детство, когда мы тоже пели эти песни. У ребят нет времени на эмоции. Едва закончен спектакль, они с мастером курса разбирают свою игру и анализируют ошибки. Это их первый спектакль. Не экзамен, который они играют тоже на зрителя, а уже спектакль. И зрители на второй-третьей минуте забывают о том, что это всего лишь второкурсники. Они смотрят на это, как на законченное действие. Высокие цели перед студентами ставит не только мастер, но и другие преподаватели. Педагог по вокалу Владимир Шнитко стремится к тому, чтобы к четвертому курсу все пели на высоком уровне. Надо как-то воспитывать и патриотизм, и в то же время, и личное отношение к друг другу, следить за их речью, следить за тем, как они себя ведут, за их поведением. Я думаю, это очень важно. И этот спектакль, он как раз заставляет немножко в теорамки суровые погрузить ребят. Второй и уже дипломный спектакль прошел в мастерской Сергея Коковкина. Режиссером выступила студентка Татьяна Вышникова. Автор пьесы – современный драматург Олег Багаев. «Марина Поля» – это спектакль-воспоминания, посвященный русской Маше, верной женщине, терпеливо дожидающейся с войны своего солдата Ивана. Главные героини – пожилые вдовы, не дождавшиеся с войны мужей. Но, несмотря ни на что, они продолжают надеяться, что их любимые вернутся такими же молодыми, какими были в последнюю встречу. Не зря именно его выбрали к показу в канун Дня Победы. Сегодня был важный день для студентов актерского факультета. Получилось не все, признаются мастера. Но ребята старались, и у них впереди еще не один военный спектакль. И много-много самых разных ролей. Елена Бугакова прямо со сцены, специально для «Митро Лайф». День Победы 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 День Победы